ребяточки всем привет с вами как всегда старший трекер ты только глянь что мы будем пикапить в этом выпуске ребяточки в этом выпуске не про город это я просто в городе начинаем выпуск все погуляли в городе ребяточки все погнали работать ребяточки вон откуда будем пикапить город хеллоу врибади маленькая штанга какая движуха мы сейчас приехали за грузякой одна он говорит а че ты приехал на стопдеке знаешь мы типа только риферы загружаем и дрэйвены вот надо так сзади подъезж перекрашивают сзади получается заезжают и тебе загружать типа летом у тебя открытый трейлер мы тебя загружать не можем я сразу диспетчер диспетчер брокеру и брокер говорит не не сейчас все решу это важный груз короче вы по любому отцу вроде загружают типа снаружи типа warrant house проходит час проходит полтора мы по-любому переписываемся с брокером он говорит не layout все решается потом брокер один индус набирает меня и говорит, так что там слышно, типа, можешь, я, типа, не могу до ней дозвониться, и я иду быстренько туда, к этому там, где чекинимся. Ты вам кто-то звонил? Он такой, нет, никто не звонил, показывает, что вот телефон здесь рядом, говорит, никто не звонил. Я быстро набираю этого брокера и говорю, эй, Барри, типа, я прямо здесь сейчас с ним, хочешь с ним поговорить? А тот, который там чекиним, типа, менеджер их не говорит, а что мне с ними разговаривать? Я сказал, что нет, не буду загружать. Но я, если честно, его понимаю, потому что загрузка, они сами решают. Тот, кто дает груз, сами решают, как будет загружать, да, типа, какие виды трейлеров. Это косяк брокера, он не отметил, что это не стабдэк. Короче, и меня отморозили, сказали, что сорян, мы тебя загружать не будем. Все, и брокер заплатил мне, получается, тону, это, получается, трак not used, типа, что когда трак не используется, ты приезжаешь, либо груза нет, либо груз не готов, платят, типа, вот этот тон. Платится от 100 долларов, потом 150, 200, 250, я знаю максималку, 300 было. Максималка за всю карьеру тракториста. До трак not used, что приезжаешь, груза нет, либо он еще не готов и так далее. Вот, и на бат, что два трака приезжают за одним грузом, два, три трака, бывает такая тема. Это брокера, хотят обезопасить себя и сразу зовут многих, чтобы они взяли груз, когда груз срочный. А потом они платят по 100, 150 баксов этим, которые облажались. А вот именно очень вообще неприятно, когда пятница, ты приезжаешь за таким грузом и тебя морозит. Плость 150 баксов, а потом уже получается, как в обед, искать другой груз. Это маловероятно, что толковый тебе появится. Вот, все, ребяточки, но у нас это не штанга, мы съедем в downtown Chicago. Downtown получается, как в переводе, центр города, глубина города. И прямо оттуда, ребяточки, будем пикапить одну грузяку. Я еще не знаю, что именно, но мы с вами вместе узнаем. Что, заводим наш баркас и погнали. Chicago, Chicago. Отходи от кассы, ребяточки, берем грузяку. Нам нужно было сейчас взять налево, но видите, дорога закрыта. Так что, ребяточки, едем по беспредел, сюда тракам нельзя. Так что, у нас есть уважительная причина, почему мы нарушаем. Самый главный нарушитель это я. А дороги, друзья, закрыты, потому что здесь рейсинг. Видите, там колеса слева. Вот тут вот стрит-рейсинги проводят. Я как-то побывал на рейсинге таком, получается, лонг пич в Калифорнии в прошлом году. У нас в третьем. Было круто. Chicago. В этом году, смотрите, друзья, как проходили эти гонки на Скар, здесь Chicago, 2004 год. Было очень интересно. Погода просто самый жесткий уровень, дождь. Представляете, какая видимость была у этих пилотов. Иногда даже в ноль они врезались друг в друга и даже в ограждение из колес. Это миллионы проект, спонсоры, рекламы, ставки, зрители, карьера, видео и многое другое. Вот, как видите, следующие эти пару дней, вот где мы сейчас загружаемся, погода шикарная. Почему они еще не затянули на пару дней, чтобы круто погонять, а не биться носами, а все возможное? Ну, я на этом все, потому что это видео не мои, и авторские права могут закрыть мой этот канал. За то, что я пихаю не мои видео. Также, кому интересно, пишите в Ютубе Наскар, 2024 год, Чикаго, и вы увидите вот эти сигналы. Оставлю в деталях под видео ссылку. А вы, друзья, пишите в комментах, почему они не подозревали, что будет дождь на улице? What happened? Почему они не затянули еще на пару дней? Чтобы гонки не провести на шикарных погодных условиях. Лично мне было смешно, хрень какая-то. Кстати, победитель этой интересной гонки мой американский тезка, Алекс. Хорош, хорош. Ну что ж, друзья, давайте вернемся к нашей загрузочке. Друзья, набираем профессиональных водителей. Работаем с трейлерами степ-дек, мы катаемся не только с одними грузами. Я еще два сегодня разгрузил. Работаем с драйверами. Оплата 30% от общего кросса. Набираем в команду и овленер операторов. 12% от общего кросса. Трайлера степ-деки у нас есть в наличии в аренду. Если есть вопросы, я с радостью на них отвечу. Набираем. 7-7-3, 7-7-1, 8-8-8-0, Александр. А, кстати, нам, видимо, забирать какой-то генератор. Наверное, вот с ихнего проекта этого. Наверное, эти гонки были на днях. И мы сейчас, походу, будем забирать от них. Потому что нам сейчас тоже надо будет поворачивать налево. Но мне ссали какую-то улицу. Типа на той улице все находится. Он мне отправил пин-драп. Через Google Maps. Так что едем. Нет поворот. Найдем уже какой-то поворот, будем поворачивать налево. Здесь недалеко, ребяточки. Пол мили. Да-да, смотрите, какие гонки здесь. Какие дороги шикарные, да? Вот именно там, за решеткой. Да, друзья, он брал мужика, вызову скот. И ему стал, что я вот здесь, допустим, дорога закрыта. И он мне стал подождить где-то здесь. Он сейчас придет и откроет дорогу. Он, наверное, бежит. Или вот там вот едет. Короче, я вот это двинул. Опа-опа. Идем, типа, ставим обратно. Я был, типа, порядочным. Ребяточки. Чикаго, Чикаго. Все, ребяточки. Сейчас скот вон там двигает. Все, что нужно. Вот он там на горизонте. Сейчас он подвинет. Все, и мы, ребяточки, трогаемся с вами. А уже вот эту вот движуху тут и оставим. Я убрал одну, чтобы выезжать отсюда. Да, вот здесь гаденыши. Справа никто меня не хочет пропускать. Мы сейчас по-любому как-то будем залазить. Опа, на пикап троточки нас пропускают. Мы с вами выезжаем. Все, ребяточки, будем загружать три вот такие темы. Они не тяжелые. Вообще будем самые легкие, потому что одна такая тема весит. Видите, как шатается. Может, весит... И она тоже где-то... Может, две тонны максимум. Это получается 4 тысячи паунда в 4. 40 тысяч паунда к нам брокер сказал. А? Всего лишь 12. Вот еще один козырный юнит едет к нам. Только смотрите, его немножко больше идет. Вообще, друзья, я уже думал, что этот мой. Но на самом деле это не мой. Походу, если будет таких три маленьких, вообще будет супер. Так что наши тарпы мы прямо сейчас тут у вас снимем. Короче, вот мы скинули наши тарпы. Потом, если что, либо самостоятельно буду поднимать, либо попрошу форклифтом куда-то их поднять. А вот эти два колеса, вот я туда скидываю наверх. У меня там есть два ремня сныканых. Круто там держать тоже наши колеса. Сейчас залез на верх, если получится зафиксировать, как и раньше. Просто там должна быть еще одна доска. Если нет, то уже ребятки закинем сверху груза. Все, один юнит они забросили, и сейчас еще два. Сейчас сразу будете стрелять, тут ничего не шатается. Вот это шатается. Может, на нее резинку поставим, да? Чтобы нас ничего не открылось. Вот это. Еще это тут. Так, второй юнит подняли. Интересная, да, конструкция? Кто знает, что это, ребяточки? Печатаем в комментах. Все эти шестеренки. Раз, два, три. Что-то мне кажется, что это такая большая тема, которая выдвигается. И там, наверное, камерамены сидят и снимают на видео. Мне так кажется, ребяточки. Что такая большая пушка выдвигается, и чтобы камера снимала. Вот именно рейсинг, который здесь проходил на днях. По-любому, кто знает, ребяточки, комментарии вас ждут. Я думал, что я с ними дружился, короче, ребяточки. У меня, по идее, должно было быть вот таких три юнита. Но у меня прям в документах написано, что это full load. Так что они в моих силах их останавливать. Примерно вот отсюда был бы мой груз. Раз. И получается у нас 22 фита. Было бы свободно здесь. Мы бы загрузили с вами еще одну грузяку. Но он говорит, о, так здесь еще место остается. Сейчас мы через полчаса привезем еще одну стрелу, короче, сюда. Я говорю, what the fuck. Короче, друзья, я так рассчитывал на еще какой-то паршал. Но, не знаю, моя смекалка, смотрите, я постоянно загружаю с нашего аппердека. Если я бы на наш аппердек не поставил вот этот юнит, то, наверное, они бы меня отпустили только с тремя. Раз, два, три, чтобы я их сюда поставил. Чтобы наш аппердек был пустой. Но, видите, я закинул сюда. Они увидели, что место остается и думают, о, давай, давай. Короче. Не нравится мне этот движух. О, хеликаптер какой-то летит сюда. Наверное, полицейский. Кружат над городом. План фиксации такой, смотрите. Я сюда кидаю одну цепь. Сюда еще одну цепь. Но трудно, я ее пропустил сюда. Но я, получается, как Slim, можно сказать. Худой, самый худой человек в Чикаго. Я вот сюда залез и вот так вот пропустил цепь сюда. Что-то он завис над нами. Так, ребятушки, погнали. Третий юнитетик к нам. Так, здесь цепи мне сказали тоже, но они здесь будут вообще экстра. Но поскольку он у нас на аппердеке, чтобы он не поцеловал нашу кабину. Видите, я по-любому здесь оставил цепь. А здесь, если что, они будут упираться один в другой. Я вот по два ремня кидаю. Может, еще по одному посередине поставлю. Вот, ребятки, да будет свет. Получается, смотрите, нам все загрузили. Нас больше нет места. Очень жаль. Мы теперь вчера смотрели обульки двойные. Сейчас мы еще что-то запикапим. Не сегодня, а так завтра. Потому что нам сколько ехать? 690 миль отсюда. Вот, не знаю, посмотрим по настроению. Может, я и домой поеду. Сегодня вечером и завтра уже с утра выйду. Смотрим уже по ситуации. Вот, гляньте. Видали, если бы сюда закрутил ее, то она пошла бы по-любому, спустилась бы на бок. Так что я вот так вот прям впритык. И она у нас не упадет. Но будет все шикарно. И я еще, возможно, вот сюда цепь зацеплю и туда. Тут будет легко. Цепь, потому что здесь большая территория. Я возьму наш музыкальный инструмент. Крючок цепи и туда раз. Короче, сюда будет два ремня, две цепи. На первые два ремня две цепи. А сюда по два ремня. Так, а свать будем, ребятушки, легко. Вон туда, насквозь. Сперва берем вот так вот наш музыкальный инструмент. Вот, она не до конца, видите, а он тут на середине. И потом будем использовать вот эти вот. наши втулки, которые для рамп идут, да? Чтобы фиксировать рампы вот здесь. Вот такие вот. Еще с этой стороны я буду вытягивать крючок. Братуня! Сюда иди. Так, где же ты? Вот так, отлично. И получается, тут натяжка идет. Тут не видно, видите? В эту сторону, значит, мы, ребятушки, этот самый. Тоже вот так поставим. Это такие, можно сказать, если было бы тяжелый груз какой-то. Я бы, может, только вот за этот юнг бы не цеплял. Но он как бы не тяжелый идет. Так что я вот такую маленькую чашечку сделал. За вот этот большой квадрат. Это мы так, не прямо от души затянем, а так, нормальненько. И получается, вот два ремня у нас сверху, и будет достаточно на вот этот юнг. И тут, как я говорил, два ремня, два ремня. И там спереди то же самое, как и здесь. Два ремня здесь. Вот, мы зацепили, получается, раз, два, три, четыре юнита, да? Должны были загрузить только два, ой, три. Но, наверное, Александр перестарался, что поставил. Вот сюда на пардек первый. Но не знаю, ребятушки. I don't know. Может, они мне поставили сюда три, я на пардек что-то маленькое бы поставил, неизвестно. Но изначально он мне стал поставить только три. Ладно, уже что есть, то есть. Вот, короче, на самом переднем мы поставили, получается, цепь, цепь, ремень, ремень. Тут фиксация идет смертельная. И вот, получается, мы нашли. Вот сюда сверху эта тема, я не мог ставить ремень, потому что он такой более эластичный идет. А вот сюда мы поставили, потому что там более плотно идет. Вот сюда. Получается, так, так. Поставил, где нужно было поставить защитный уголок, мы поставили. Раз, раз. Вот, получается, здесь немножечко наискосок пошел ремень. Здесь тоже, вот как видите, вот он наискосок, раз туда. Все, и там нам защитные уголки не нужно было, потому что там закругленный идет уголочек. А здесь вот нужен был, потому что острый. Так, со стороны тоже острый, острый, защитный уголок, защитный уголок. Вот сюда мы поставили по одному ремню, потому что больше мы не можем. Хотя только если здесь еще один рядом, потом там. Но это экстра идет, потому что эта тема весит максимум 2 тонны. Но надо даже 2 тонны не весить. Видите, это обычная тема такая пустая. Вот. Из металла. Так что, смотрите, там смертельная фиксация, 2 цепи, 2 ремня. И сзади тоже самое, 2 цепи, 2 ремня. Здесь просто даже легче было нам цеплять наши цепи, потому что вот эти вот отверстия, они большие прямо для вилок, да, для форклифта, паркручника, телехендера, который нас раз-раз загружает. А вот там вот было намного сложнее, но поскольку я самый худой человек в Чикаго, я туда залез, вот, и засунул сам руками вот туда, потому что музыкальным инструментом не получалось, он там сам даже не помещался, да. Ну, короче, как засунули, так засунули. Получается, тут 2 ремня, 2 ремня, а там 2 ремня, 2 цепи, 2 ремня, 2 цепи тоже поставили. И здесь можно было, видите, если бы мы бы натянули сюда ремень на 4 ремня, вот такой, да, который вот эту трещерочку использовали, то вполне вероятно, что нам от ветра, тык-тык-тык, оно бы пошло в сторону, просто бы отодвинулось и упало бы. Так что вот мы опустили сюда, прям, прямо, так что пришлось использовать вот такой ручной на 2 ремня, на 2 дюйма. Видали? Вот я был в перчатках, но по-любому заюзанный, видите? Видали? Ребяточки, это Чикаго! Так, продолжим. Так, вот здесь нам защитные уголки не понадобились от стороны, и здесь реально плотно идет, вот этот вот металл, такие вот, чик-чик, все плотно идет, поэтому я вот наверх спил, потому что реально больше некуда. Вот это двери открываются, они очень такие, можно сказать, что мягкие, если я бы натянул ремень, он бы вот так пошел бы в сторону, так что это не есть хорошо. И вот здесь сзади, видите, мы поставили ремни, потому что тем она держится, но по-любому, вот эти резинки поставили, чтобы она полностью не упала, я боюсь, не за их, не груз, а за наш ставшим мы туда поставили, потому что, видите, это тарпы и колеса, они в основном вот тут вот тоже поместились бы, но я туда их поставил. Но может, она была сюда поставить, не знаю, сойдет. И вот эти вот движухи, видите, я с вами делал видео, и у меня вот есть доказательства, если что, чтобы верили, что это не моя вина, это обязательно нужно постоянно делать. Потом привезешь, я сделал фотографии, и напишешь, что о, little bit damage, и все. Так что вот это все, надел фотографии и отправляю диспетчеру, чтобы там просто проблем не было. Вот, и цепями мы затянули этот сюда вперед, этот назад, все, чтобы он смертельно стоял. Вообще-то, по сути, он бы только, только цепи тоже было бы окей. Но мы поставили еще и ремни защитные. И вот здесь, видите, нам защитные уголки не понадобились, потому что там закругленный идет. А вот здесь понадобились, потому что вот острый. Нужно заботиться о нашем грузе, потому что мы отвечаем за него, пока мы его перевозим. Вот здесь интересный вот этот трос, что идет. Я вот так вот протянул, чтобы никакой демочи не сделать. И вот там вот не кинул сверху, а вот под него. Потом вот эти все маленькие нюансы, за них потом нас заставят отвечать. Немножко умылся бутылочкой водички. Будем готовить шикарный, ребяточки, бутерброд. Смотрите, у нас есть либо рыба, либо колбаса. Рыбу мы сегодня уже кушали, так что осталось на дегустацию колбаса. Сколько, ребяточки, мы с вами заслужили? Правильно, 15 штук. Два. Давайте семь, будет нормально. Царский? Правильно, полуцарский. Значит, нам чего-то не хватает здесь. Еще одного вида колбасы. Это, кстати, московская. Все так, вот так и вот так. Хотя нет, давайте сначала сыр, сыр. Правильно, сыр. Я слышу, вы там говорите, сыр, сыр. Пожалуйста, ребяточки, будет сыр. И сверху раз-два сыр. Поставим московскую колбасочку. Раз, раз. Смотрите, как мы спрятали сыр. Правильно, друзья. Нам не хватает лучка, лучка. Вот он, шикарный лучок. Вот такой порядочный. А еще, правильно, друзья, соль. Погнали, соль. А еще можно табасочки. Табаску в студии. Кто любит ядер-ядер, руки вверх. Поляночка, смотри. Соль, табасочка. Я думаю, что это самый шикарный бутерброд. Кто любитель такого деликатеса, пишите в комментах. Мы должны держаться рядом. Слышишь? Красная загоняет, смотрите, ребят, что колесо не здесь. Нельзя оказывать. Вот они, доступ примечательности нашего. Шикаго. Нам запретили кататься в парке. В нашем колесе. Но не запретили кушать наш козырный бутерброд. Шикаго. Полиция нам запретил здесь кататься. Но я подождал, чтобы он отвернулся. Я сел за штурвал нашего корабля. Мы сейчас в одном парке. Парк Миленин называется. А другой парк, I don't know. Нарабли. Вау, наконец-то вылезли в люди. Да. Да. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Еще проверка микрофона Все отлично Вот приготовил завтрак студента Так, ребята, угадайте где я Я, короче, остановился на два магазина, что приобрести И так я вылазил обратно с магазина, иду к траку Смотрю, слышно, что-то набирает Думаю, пффф, короче, нет воздуха И быстро потерял воздух из трака И все, короче, ехать не хочешь, потому что нет воздуха в стене Я долго искал Не мог подобраться, ведь я еле сюда залез Вот, короче, вот здесь вот Вылезла одна тема с резинкой И, короче, вот эта вот крышечка сломалась На пластике Получается, она сломалась Раз, и один юнит, короче, увидел Он валялся вот там, вот, короче, на асфальте Если бы это случилось в дороге, это вполне возможно могло бы случиться в дороге И была бы жопа Я сейчас вот, видите, много зиперов поставил Засунул обратно эту тему с резинкой Я сначала пальцем засунул И все окей было, воздух набирался И сейчас, короче, еще завести и прийти посмотреть Какова ситуация Только я прямо сюда наверх не смогу залезть Очень горячо Вот так вот Нашел проблему За минут 10 Починил еще минут 10 Сейчас забьем трачок Надеюсь, все будет окей Мне хотя бы на пару дней А потом я К нашим механикам И подчинимся Сейчас покамись так И чтобы он завелся И чтобы набирал воздух Главное, чтобы опять не потерял Ту тему с резинкой Фух, погнали Заводим трачок И посмотрим Воздует набираться Потом да, залезу, проверю Надолго это или нет Потому что здесь магазин Вот, Laos Здесь продается много всего И зипперы, и шмиперы Сейчас глянем Как воздух будет набираться Вроде набирается Сейчас пускай наберется До 120 Как обычно И я бы заглушу И пойду вниз На проверочку Все, воздуха набрал Достаточно Все даже не пропускает Ребята И погнали Вот трачок Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик Вспышечку Так, ребят Заценить Там вроде не пропускает Так смертельно Теперь много зипперов Вот такие дороги узкие здесь Дорожные работы Вот такая вот рожа с утра Оооо Вот речко Я припарковался с ними напротив И они уже открыты Сейчас ровно 7 утра Они работают с 7 утра Вот нам уже дядя идет навстречу Так Эй, добрый вечер Привет, брат Привет, Фернандо Спасибо, пожалуйста Считаю вас зовут Фернандо Он будет разгружать Ему нужно скидывать на ту сторону Так что мы прямо по центру его поставим И идем разгружаться Романтика Вот ремни наши отверну Потому что они нам не горят Пускай он разгружает А потом уже их Скрутим Я их отсюда убрал Оттуда убрал сюда Отсюда убрал И вот кучка получилась Так Этот уже свободный А он может забирать Так я ему повидло Обратно отдам Потому что мне повидло Это не нужно Так Забирай Сюда повидло Перчатку от повидла Вытру Так Теперь вот эту цепь Нужно поставить в ту сторону Чтобы уже дать доступ И этому юниту тоже Кручу-верчу Ремень собрать хочу Короче ребятки Мы узнали для чего эти юниты нужны Они говорят Что в основном Для construction Конечно Чтобы строить что-то Высокое А я говорю В данном случае Это спецзаказник был Короче вот это все были лифты Они поднимались только строго наверх Они не ехали в эту сторону В эту сторону Строго наверх поднимались И видимо Вот где этот Наскар проводился Там где-то наверху Где-то сделали Тоже какую-то площадку И вот эти лифты Вот поднимали там Став что надо Либо людей Поднимали наверх Вот эти лифты Этими лифтами Еще документация Иногда бывает такая тема Что там просто обычные люди Как в данном случае Нас загружали А я говорю Где мои бумаги Мои там накладная Чтобы они дали уже бумагу Чтобы я свою не рисовал Они говорят Сорри у нас нету Они просто погрузчики И я нарисовал в своей руке одну Но она у меня в траке Но она мне без надобности Потому что Смотрите Тут начали ребятки меня разгружать И вот они мне принесли уже документ Вот написано Straight bill of lighting Типа прямой Прямая накладная И вот типа из Чикаго И вот сюда мы приехали Пикерсвилл Мэрион Все И дядя уже расписался В этом примере Ну все ребята Собрали весь наш штаб Почти Сейчас закреплю эти Тарпы Наши Запасные Колесы И затем ребятки В штаб квартиру считают Наши бабки Да ребят Так что затягивал вот этот ремень И видимо этот крючок Видите я не поставил сюда В дырку А поставил сверху этой темы Я этого не заметил И ведь он тут Проскользил Короче его отдал мне по чайнику Такой удар был жесткий Сейчас пойду умую лицо Что мне нравится Когда мужской коллектив В туалете Постоянно какая-то баба Должна быть No smoking at all Типа вообще нельзя курить И вот они Девчонки Календарь С 15-го года Календарь здесь Как он уже Сильно нравится Календарь с 15-го года Обалдеть У них наверное Были другие предложения Там с мото-гонками Там с машинами Которые гоняются Либо с кранами Подъемными Но их Устроил Они под него Подстраиваются Не так уж и Страшно Как говорится Все Отрихтовал себя Сейчас Подучитать бабки Чтоб квартир Вы даже И не заметить Бухгалтер Бухгалтер Милый мой Бухгалтер Бухгалтер Ребяточки Снова здрасте Рубрика Что по кассе Сейчас посмотрим Что нам осталось От брокера За этот выпуск Мы с вами перевозили Одну грузяку Которую мы подняли Из города Чикаго Рядом со мной Ребятачки После отдыха Он поехал в город Балтимор Штат Мэриланд За него заплатили 2000 долларов Но до этого Насколько вы знаете Там я где-то Что-то опилил вам Что мы сначала Поехали за одним грузом И Он был вообще Не для нашего трейлера А был строго Для рифера Либо драйвена Который подъезжаешь Сзади к даку И они тут Уоргхауса Тебе Выгружают Короче на твой трейлер Да Они вообще не могли Загружать Топдеки Это раз И два Открытую платформу Они боялись Когда я подъеду Они получается сзади Должны все загонять Вот И там брокер Он бодался с костюмером А на самом деле Он там никому не звонил Вообще Санта Барбара Такая получилась И я там сидел ждал И он заплатил нам тону Тону это Track Not Used Когда ты приезжаешь Груз не готов Либо нету Либо черт Получается груза нету И ты разворачиваешься И уходишь Вот И они должны заплатить тону Иногда вообще ничего не платят Есть такие брокера Иногда платят 50 долларов Иногда 100 150 200 250 И 300 Как бы больше чем 300 Я так в среднем вообще ничего не слышу Нам заплатили Короче Тону За этот груз Первый который Короче нам не дали И уже было реально поздновато Ну для Того ж Как работает Да все Весь рынок И нам выстрелил один груз Прямо из Чикаго Чикаго Вот там вот Да Сцена там была Все дела Потому что был рейсинг там И вот Круто Мы подняли тут 2 стафф И мы рассчитывали на еще какой то груз что там будет Просто Иногда Вот видите как я делаю Я хочу сначала забить наш upper deck Если я бы этого сейчас не сделал То возможно У меня Там была бы возможность поставить какую то паршу Но это один случай из ста Вот ты когда занимаешь то место Которые На которые они не рассчитывают И чтобы у них там еще что появилось Вот у них появилось Я не забил на хвост Ну еще ребяточки Вот кругом бегом Нам получается 3 доллара за милю За этот выпуск Потому что 699 миль Нам ехать из Чикаго Типа на Мэриланд Вот это Тону я еще посчитал Что заплатили Кругом бегом Нам получается 3 бакса на милю Как бы тоже нормально Ну все Так Ху блин Это рекламщики наяривают Сто процентов Я сейчас им покажу Там вернули Там вернули Ржет еще Все ребяточки Давайте почитаем Что Натан достался от брокера Три Два Один Запускаем Сарманку Ну и все Бабки как всегда Ребяточки Бардачок А с вами встретимся В очередном выпуске Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok